Ну и по поводу еще под конец Кабы. Кабы несут разрушительную силу на прифронтовых, ближе к границе, к линии фронта. Сумская область, Херсон бесконечно потерпают. Донецкая область от Кабов. Есть ли способ с ними бороться? Насколько это возможно? И как долго они еще будут кошмарить с Кабами эти области? Да, теоретически и практически это возможно. Но в том числе мы должны понимать, когда враг проводил операцию по оккупации Авдеевки, он скидывал приблизительно свыше двух сотен Кабов каждый день. Ну это нереальное количество. И мы можем представить, сколько абсолютно у России еще остается на складах, на Дальнем Востоке, в наследстве от Советского Союза. Сколько еще этого барахла, железа у них еще есть. То есть самый эффективный способ борьбы с Кабами – это борьба с носителем. То есть мы уже неоднократно об этом говорили. То, что летчик, понимая, что он может быть поражен той или иной системой на подлете, когда он будет пытаться атаковать наш Харьков, к примеру, то, что он может быть сбит, естественно, это будет влиять. Да, мы помним этот сушкопад, который был не так уж давно, когда мы сбили свыше десяти самолетов, и после чего противник немножечко поубавил свой пыл. Да, они немножечко поняли, что бывает больно и за это могут наказывать. Естественно, что это очень сильно влияет. Но другой вопрос, что для этого нам нужны патриоты и нужны другие системы, которые смогут эффективно бороться, доставать эти самолеты, тактическую авиацию. И, естественно, что тогда мы сможем. Мы уже доказали, что мы можем. Но, естественно, чтобы защищать еще более, нам нужна поддержка партнеров. И в том числе и истребители F-16, которые также смогут выполнять эту же функцию. Та, которую мы ждем. Не будем гадать на кофейной гуще, когда. Я думаю, когда они появятся все. Враг это поймет, а это самое главное. Не обязательно главное, чтобы враг это почувствовал. Продолжение следует...